Забота о настоящем. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 42 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ Иисус сказал ему «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ноги Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Размышления, часть первая. Разум и сердце. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 37 стих. Ясно, что законник сопротивляется ответу Иисуса. Он желает, чтобы учитель подтвердил его правоту не только в области знаний закона, но и его трактовки. Иисус же учит законника, что Богу уваждают не разум и знания как таковое, а послушное – исполнение Божьих заповедей из любви к Нему. Находясь в постоянном круговороте церковных мероприятий, планов, молитвенных собраний и проповедей, можно впасть в религиозность и самоправедность. Однако для Господа важно, чтобы Его слова о жизни укоренились не только в нашем разуме, но и в сердце. Да будем мы любить Его всем разумом, силой и душой. Применение. Пытаетесь ли вы через свои религиозные дела добиться от Бога благосклонности? В каких областях жизни вы не полностью повинуетесь Его заповедям? Размышления, часть 2. Единственно важное. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Многие из нас хорошо понимают Марфу. Ее мысли и сердечные мотивы, скрывающиеся за ее заботами. В глубине души она, скорее всего, хотела бы, чтобы и ее заметили и отметили. Как идеально все было подготовлено к приходу ее Господа. Однако Иисус мягко напоминает Марфе, что нам в первую очередь не одобрение или признание людей нужно, а осознание того, кем Он является. В нашем обществе культивируется стремление заслужить одобрение. И это желание, если оно никак не восполнено, вызывает у нас беспокойство и страдания. Иисус же напоминает нам, что по-настоящему важно пребывание в Его присутствии. Лишь там мы сможем ощутить столь необходимое нам принятие и одобрение. Ведь только Господь знает и любит нас совершенно. От Него мы можем получить признание и одобрение, которого так жаждем. Применение В какой сфере жизни вы пытаетесь продвинуться вперед других? Не мешает ли вам стремление самоутвердиться понять, как важен Христос? Молитва Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты беспокоишься об истинном состоянии моего сердца. Крест Христа доказал, что Ты верный Бог, которому я могу доверять. Прошу, чтобы Ты помог мне жить, угождая Тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...